Мы не встречаемся там, особенно с неверующими людьми. То есть почему? Потому что у меня есть своего рода откровение, что Библия говорит, не выходи замуж за людей, которые не с твоего стана. Почему? Ты не будешь благословением. И когда люди говорят, ну он хороший человек, говорю, хороший человек это не профессия. Хороший человек это не профессия. Если это человек, не утвержденный христианин, не знает Божьих принципов, не живет по Божьим принципам, он заберет тебя от Бога. Я знаю некоторых людей, которые были очень горящими христианами и женились на человеке, который не был христианином, не был верующим, не был утвержденным. Что получилось? Они поженились. Он забрал ее из церкви. Он сделал так, чтобы дочка подала на своих родителей в суд вообще. Сделала так, чтобы отсудить вообще, ну все, чтобы он даром протекшн взял. Почему? Потому что у того такое учение и понимание жизни. Понимаете? То есть, когда ты, ну даже бывают, происходят конфликты, когда парень и девушка женятся, но они из разных церквей, из разных динаминаций, из разного понимания жизни. У того свое понимание такое, а вот и свое понимание. И тот говорит, давай, ну пошли на войну. А тот говорит, нет, надо поститься и молиться. И разводы происходят. Вы не представляете, сколько разводов в христианских церках. Почему? Потому что они делают это все на той истине, которая утверждена. То есть, церковь необходима для того, чтобы были утвержденные истины, по которым живут люди. Понимаете? То есть, это не просто там, ну вы приходите там, о, в воскресенье. Фан, послушать пастора, там он как-то повеселится, что-то, анекдот новый расскажет. Я могу новый анекдот рассказать. Но, это не место, чтобы улыбаться от анекдотов. Один человек говорит, о, там пастор анекдоты рассказывает. Я рассказываю анекдоты в тему. Я же не рассказываю просто так. Я беру, чтобы, ну, чтобы как-то, ну, скрасить атмосферу. Но, на самом деле, я говорю, ну, те истины, которые я хочу, чтобы утвердились в нашей жизни, утвердились в нашей церкви. Потому что церковь – это столб и утверждение истины. Последнее, прочитаем, и все. Притча, 29 глава. Это оставлю на следующий раз. Для чего нужна церковь? И для чего Бог посылает из церквей миссионеров и людей, которые идут служить? Притча, 29 глава. Второй стих. Когда умножаются праведники, веселится народ. А когда господствует нечестивый, народ стинает. Для чего нужно? Знаете, многие люди говорят, нужно позакрывать церкви. Сейчас мне сказали там, ну, возьмем пример Украины. Вчера мне ребята рассказывали. Говорят, прямо вызвали всех протестантских пасторов. И говорят, если вы не уйдете с Донецка и Луганска, мы вас всех расстреляем. Все, дают там день или два или три, чтобы они убрали церкви. То есть, это люди, которые не понимают, что как только уйдут церкви, как только прекратится молитва, как только прекратится умножение праведников, людей, которые живут по ценностям, по Божьим принципам, придет разрушение и насилие, ну, как бы, как стенание, да, как здесь написано. А кто попросил их убраться? Можно я спросить? Ну, мне вчера показывали фотографию. А кто именно? Ну, я знаю. Просто показали фотографию. Уберитесь из нашего. Они в церквях протестантских живут. А православные что? Ну, не знаю. Сказали про протестантских. Там разные есть. Про протестантских пасторов. То есть, убили, да. Убили пастора Бухса, его садовей убили. Да, пастора убили, да. Там просто, ну, конкретно идет обращение к протестантским церквям, к пасторам. Это же сами пастори рассказывают уже о филиалах, или это же проверенная информация. Да, да, да. Да, то есть, именно протестантским церквям убраться. Почему мы расстреляем? Ну, люди уже пропавшие в безднести. То есть, пастори говорят, что мы начнем на церкви, и мы даже не знаем где. То есть, это реальная вещь. Ну, подождите. А православные что, ее тоже в доме? Ну, я не знаю. Они разные есть. Нет, нет, нет. Подождите, сейчас. На самом деле, ну, что в России, что в Украине, это две страны, ну, православные, да. И православные, они насаждают свою православную политику, да. Но суть разницы между православной и протестантской церковью, что протестантская церковь, она несет, ну, перемены и изменения, которые написаны в Библии. Православная церковь, она несет, ну, обряды и ритуалы. То есть, две разные вещи. Можешь делать все, что хочешь. Ну, помолись, поставь, поцелуй, и все пройдет. А мы говорим по-другому. Почему протестантские церкви, они противны религиозным церкам? То есть, ну, понимаете, да, ну, это элементарные вещи. Ну, что разница между религиозной церковью и верующими людьми. Религиозным человеком и верующим человеком. Потому что верующий человек строит свою жизнь на основании Божьего слова. Религиозный человек строит свою жизнь на обрядах и ритуалах. Это две разные вещи. То есть, вера в Бога там нет? Не, 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 подождите. Я сейчас говорю о другом. Вера-то в Бога. Я был, вы не представляете, у меня был самый большой крест, который только можно было где-то купить. Я был самый, я знал, я вообще просто забыл, с какой стороны и где нужно что поставить. Четко. Я, ну, если бы я не запил, то я бы стал православным батюшкой. Я шел полностью, у меня с детства, с самого маленького. Я знал все, как что вести. И меня готовили на эту, как это называется? Семинарию. Да, духовную семинарию. Но, все, что вот это, вот выполнение обрядов и ритуалов, я считал нормально изменять своей жене. Я считал нормально пить и курить. Почему? Потому что мне говорили, ничего страшного. Ты можешь исповедаться, поставить что-то там и все. Но и выполнить там какой-то обряд. Я и выполнял эти обряды, выполнял эти ритуалы, выполнял все, что, ну, все, чему меня учили. Но моя жизнь моя не менялась. Но как только я переступил порог протестантской церкви, то есть я не говорю там, что протестантская церковь самая лучшая, нет. Но как только я переступил порог протестантской церкви, и я услышал истину, что блудником судит Бог. Первая истина, да? Я такой думаю, оп, стоп. Не отмажься. Ни обрядом, ни ритуалом, ни свечкой, ни Библией, ни хождением в церковь, ни подаянием бедным. Не отмажься. Если ты хочешь не быть судимым Богом, что ты должен сделать? Разобраться с блудом. Написано, да? Кто убивает свое тело, тот убивает храм Бога Живого, который суть вы есть. Если я понял, стоп, ага, я кую, я там пью, я там, ну, употребляю какие-то вещи, я там этим занимаюсь, ага. Грех. Я понял. Я начал с этим разбираться. К примеру, да? У меня была проблема с алкоголем. Написано, не обмануйтесь, ни пьяницы, ни прелюбодеи, там целый список. Царство Божьего не наследует. Я такой думаю, ага. Понял, что? Я понял. Можешь сто лет ходить в церковь. Можешь перецеловать и поставить все, что угодно. Можешь делать какие хочешь вещи. Но если ты пьешь, царство Божьего не наследуешь. Я такой думаю, а смысл тогда ходить в церковь? Какой смысл приходить в церковь, если за благородение понимаешь, что ты на небо не пойдешь? То, что я всегда говорю. Какой смысл? Вы приходите в церковь. Какой смысл приходить в церковь, если ты слышишь слово, к примеру, истину, и не меняешься? И не хочешь меняться. Или не хочешь меняться? Какой смысл? Ты приходишь в церковь. Смысл? Конец все равно один. Или в ад, или в рай. Но в рай ты идешь, если ты меняешься. В ад ты идешь, если ты, зная Божество, и не меняешься. Ну, или не делаешь никакие вещи. Ты такой думаешь, ага, смысл тогда ходить в церковь. И я понял для себя, что назад дороги нет. Покаяние – это разворот на 180 градусов. То есть, если я говорю, Господь, я каюсь там за какой-то грех, это говорит о том, что я развернулся и больше его не делаю. А некоторые люди говорят, а, завтра еще раз покаюсь, а, послезавтра еще раз покаюсь, а потом еще раз покаюсь. А потом они не находят оправдания. Бог же милостивый. Бог милостивый, но и наказывающий. И взыскивающий. За вину родителей до четвертого поколения. Понимаете? То есть, ну, суть. Разница в том, что, к примеру, да, там, если мы уже начали разговор о православной церкви или протестантской церкви, то православная церковь учит Библию целовать. А протестантская изучать и жить. То есть, разница. Ну, вот и все, понимаете? И когда... Батюшки же изучают Библию. В духовных семинариях урока Библии нету. Вообще. В духовных семинариях Библию на пятом курсе показывают и рассказывают там два местописания из Евангелия, которые нужно читать. Все остальное это учение святых. Святых? Да. То есть, учение человека, который... Матреона. Матреона, поклоняться костям, кто такой святых. То есть, учение, ну, вот этих... Вопрос очень сложный. Учение святых. Все. Библию... В духовных семинариях Библию не изучают. Пять лет. Пять лет не изучают. То есть, пять лет обряды, ритуалы и разные вещи. Вот. Хорошо. Закончили. То есть, для чего нужны церкви? Чтобы умножались праведники. Для чего праведники должны умножаться? Чтобы веселился народ. Чтобы веселился... Почему боятся протестантские церкви? Потому что протестантские церкви говорят истину. Они говорят на белое-белое, на черное-черное. И нету вот этого. Что сверху. Ваши и наши. Да. Тут чуть-чуть можно, а тут чуть-чуть нельзя. Вот. Хорошо. По тем пунктам, которые я сегодня сказал. Все понятно? Да. Кто что-то не понял?